был родник ну что друзья всем привет рад вас снова видеть сегодня мы немножко поговорим о картошки почему она будет стоить в этом году денег реально ребят и хочу показать что творится почему видосы не могу заснять даже ребят потому что творится что-то страшное сейчас я вам все это продемонстрирую покажу я думаю памяти также много кто не спрашивали чем я обрабатывал ребят картошку сейчас мы станем за трактор после только на моем поле можно доехать на тракторе получается что чем я обрабатывал картошку от жука от проволочника и там же вроде счет болезни было если мне жуки на картошке вот и об этом мы сегодня поговорим ну погнали ребята приехал я на шефе 504 ребята с фрезой сюда заехал вернее что заехать вот смотрите что творится самое интересное это уже верхняя . все равно вода стыд у нас ребят идут настолько понимите не то что вот дождь там идет целый день до маленький а он идет час-полтора ну такой силы что просто заливает и город плавают люди машины реальной и в это вообще плавает все и вот сейчас я вам расскажу почему будет в этом году картошка 33 что творится тут уже гнить начала картошка ребят сразу скажу соток 20 у меня сгниет однозначно вот сейчас можно иду хоть одного жучка покажу что с ним происходит но после таких дождей видишь что творится видите озеро здесь как я говорил ребят был я нашим райсполкоме сказали по-любому дадут разрешение так как въезд на поле у меня по факту исчезает во время зимы во время бельных дождей здесь просто вот чтоб я друзья в этом году не успел чуть-чуть подсыпать гравия здесь вообще невозможно было есть здесь просто сразу по колено здесь озеро стоит зимой пшеничка уже вроде так пошла красота успели вовремя отработаться сорняка но чувствуется все равно даже пшеничка ребята плавает в воде и этот участок немаленький здесь все реально вот этот нижний уровень плавать все вот это может в конце увидеться там даже такое озеро там у меня озеро ребята был карасей повыпускал или не повыпускал но надеюсь не сбегут как говорится сюда на поле чтобы жили вот и сюда реально только добраться можно трактор ребят почему нету видосов я думаю сразу понятно потому что реально нет погоды теперь три дня будет у нас 39 о 39 друзья пошутил 30 градусов там 2830 и вот немножко подсушит и мы сразу же начнем снимать видео пробовал я с фрезой на шейфе пиццу четвертом скажу честно бомбической работает но было очень влажная земля и это действительно результат фрезы работы я не могу погнать на влажной земле потому что должна быть земля пускай в меру влажная либо лучше суховатая даже но к сожалению не болото так как она выбрасывает камами прямо с корнями все разыкидывает что по картошечке ребят по картошке получается я обрабатывал препаратом табу и престиж мешал все вместе и по самому клубню лил перед посадкой я не давал как многие просохнуть все сразу же поливали обильно очень обильно скручится на шостяков с жалкой и сразу высаживали даже связки ребята приходили потому что сейчас видите дожди да они опрыскают каждую неделю происходит от жука страшно сжирает жук картофель страшно у людей просто потом многие кто обработал обработали даже препараты там престиж особенно видите он когда-то было действительно настолько качество потом реклама пошла или сейчас воду там мешает и реально много обманут редко где купишь ну оригинал как говорится тут охраном подъезжал нашего местности говорит попробуй табу препарат я решил купить табу и вот по сегодняшний ролик сейчас может это пойдет как реклама этому препарату честно сказать но блин результат шокировал просто скажу как есть не найдете вы жука у меня тут уже вся веска приходила искала жуков никто не нашел это бесполезно их реально нету я расскажу как было где-то недели две назад еще когда была засушливая погода у меня растет допустим минимальная там трава бурьян они все сидят на бурьяне но не на картофеле реально но не на картофеле они все сидят реально на зелье потом я бывает нахожу такие еще знаете не взрослые маленькие он сидит на листочке думал ну блин наверное живой они засохшие мертвые сидят все как я читал препарат работ как от одного укуса стебля листа у него парализуется желудок просто он перестает работать у этих говорится гадов которые нам портят все полностью вот и сейчас почему я говорю что картошка будет смотреть в этом году в беларуси семена стоили ребята 80 копеек возьмем 20 средний до 60 кто брал большой объем 60 копеек это чтобы доллары вам перейти чтобы вам легче было посчитать ки за килограмм картофеля сортового не абы какого сортового допустим это получается 4 это грубо говоря 25 30 центов в долларах именно я говорю ребят стоил килограмм картофеля посадочные семена в том году чтобы понимали эта цена была продажная и вот недавно мне звонят оптовики с украины играть у меня есть объявление там подавал что буду продавать картофель все хотим купить картофель я говорю еще рано у нас как бы будет просто нас на украине у процентов 40 просто сгнила вся картошка из-за дождей просто реально сгнила вся я говорю чё себе не уже они уже в белоруссии закупают уже картофель вы представляете друзей уже я уже даже не знаю половину людей уже сигналит за километр ну приятно вот и что я хотел с качества сегодня звонит мне люди спрашивают какая там цена будет чтобы чем я не знаю говорю ну там мне уже звонят там российская российская якобы уже по 60 копеек я говорю такой ну покупайте покупайте ребят стрессе меня еще на не выросла если еще так дожди обильно пойдут реально обильно она может вообще 50 процентов сгнить и смысл мне продавать ее за копейки за пшено выпуска продают будут люди которые будут продавать за копье за пшено который не ценит свой труд не ценят вложенный труд время свое но он продаст на три-четыре мешка и все а в следующем году побежит покупать семена дороже чем продал но смысл из-за этого я ну я уверен что в этом году будет цена на картофель высокая так как реально вижу у соседей вот я знаю допустим актриса да и вижу что происходит с картофелем у многих там по 50 процентов сгнило грубо говоря из десяти человек 3-4 человека страдает старт конкретно грубо говоря 50 процентов людей страдают дожди жуки жуки вообще просто с ума сошли просто вот я у кого не было не прямо реально каждую неделю представляете каждую неделю бывает через два-три дня ходят пшикают люди что просто хоть решу хоть картошка осталось вот так что ребят на гектар поле я потратил сейчас вам скажу 40 долларов на препарат табу и престиж ну престиж просто взял три ампулки а в табу основной брал как бы и мне вообще я сам из родницкой области просил с бреста там проверенные люди отправляли потому что реально нас много кто замешивает водой разбавляет а вы в надежде кучу денег вложив обработали она ничего эффекта не дает и всего это не работает это ерунда нет работы друзья все это работает и работа действительно классно и картофель вот еще хотел макро микроэлементы подать что на пшеницу ну наверное я не успею именно опрыскивателем по листу по ботве пройти потому что ну не влезть сюда не окучить после раз успел хоть окучить глубже сделал разору то еще как-то выживает но это все уже это быстрее всего сгниет все так же ребят на по цене на картофель в этом году я думаю будет стоить он но мое мнение 45 центов это будет оптовая самая низкая цена это мое мнение ребята потом ну а если дешевле значит я просто ну может не понимаю чего-то люди либо люди не ценят свой труд вот из-за этого ну ну оптовики все в надежде купить все бесплатно даром как они говорят вот дурак ты занимаешься я купил продал и больше заработал чем ты ну вот и таких вот дураков надо проучить как говорится пускай и думают что говорят так что ребят у кого есть картофель цените свое время здоровье обязательно все обработки все топливо сколько времени тратите силу отдаете и это надо ценить уважать и много в этом говорю еще раз году процентов реально 40 у людей картофель вообще нет просто его нету и не только беларусь также украины касается россии еще более-менее как мне сказали что там не так сильно но все равно урожая по факту мало у кого есть из-за таких диких реально дождей ну вот и все друзья что я хотел сказать вам по тракторам ребят реально ну следующее хочу вот нашлифе показать вам фрезеровку ну просто бомба хочу закончить свое поле сверху и буквально думаю если даст погода возможность такую неделю-две уже покажу вам как буду начинать делать свою плантацию с нуля с голубикой будут нагонять ряды межряде фрезеровать там вроде и хороший человек не помог быстрее всего уже заберу я кормораздачек ребят ну куплю не заберу каешь куплю но прекрасно все как говорится мир не бездробных людей так что будем надеяться на лучшее вот потому что вручную все рассыпать конечно это жестко и вот кормораздачек уже если достану то быстро это конечно закончу все ну и что-то по пшенице осталось мне еще нести макро микроэлементы я вот не знаю ну нормально я довольна зелье сложила и действительно классно слава богу хоть успели внести вот и все ребятушки а шеф да на шефе только тут ездить сюда можно доехать больше уже ни на чем потому озеро все он уже райсполком дали добро сказали делайте водоотводы тут надо в углубиться чтоб ребята убрать вот этого то ужас я вообще заехать не могу на поле там даже есть позаментальство в законах что обязаны организовать в есть тебе на поле вообще но я говорю мне ничего вы не обязаны говорю я все сам сделаю дайте мне только разрешение говорю не надо мне ничего не хочу не люблю быть никому не должен ничего ребят я потихонечку все сделаю я сделал водоотливы сбоку у меня все вот эта нижняя часть аж до конца поля на вся воде полностью как-то вот так ну что ж ребята всех был рад видеть задаем вопросы что кайона собиралась приятно было пообщаться с вами всем пока до скорых встреч будет совсем скоро новое видео друзья надеюсь что если завтра у нас как обещают погоду хорошую после завтра мы полетим в работу покажу вам как работает данный трактор с фрезой двухметровой ну просто впечатляет и думаю вы будете сами поражены всем пока что он выдаст вас есть и и и и и и чтобы друзья понимали здесь был родник реально честно говорю тут стекла не то что речка родничок темк смотрите что творится это вот вокруг поля у меня идет получается уже ну скоро реально как озеро полноценное будет это вообще разлило тут так что шок меня даже берет немного ну я шокирован конечно в этом году друзья все плавают просто все ну да даже глубина появилась вот это разливчик вот это родничок пошел сорвался там есть в лесу два озера у нас и вот эти два озера друзья там ну бобры затомовали как говорят нас плотину заложили там уже через дорогу пошла вы что я на своей речке ходил асташа на 4 очка такая у нас и я такого давно не видел там просто метра два просто на полтора-два метра вода поднялась это шок но пшеница слава богу хорошо объясню почему пшеничка у меня ребят получается поле ты песочная полностью как его можно назвать могильник чуть ли реально полностью песок если бы не было обильных дождей пшеницы здесь бы точно не было ребят сто процентов шоу будут не старались не сделали из-за этого ему вообще не страшный песку не страшно обильные дожди он моментально впитывает моментально отдает ну и вот слава богу вроде все четко вот еще когда еще вот макро микро внести уже конечно же поздно ну лучше сейчас чем вообще никогда как говорится но так целом красиво смотрится вот ну да друзья горю речушечка не тоже речушка тут я вас специально ребят в конце сезона засниму вам здесь что здесь ручеек такой знаете сантиметров сорок максимум и он ну глубины нету там как с родника идет ну и тут друзья сейчас это не ручеек это нормально и даже не знаю канал можно уже назвать даже речкой слабо назовешь конкретно конкретно конечно вода чистенько еще доволен ну конечно объем серьезный вот так вот ребятушки ладно бедные эти дорожники каждый день приезжают потому что размывает размывает вот такие ползуны гигантские каждый день я дорогу надо это сдавать приезжают поправляют что размывает ну вот и все анатолий иванович поле у него вообще краса по красоте тут все вообще моментом выросло бух прям аж бушует ты на корма подсолнув с кукурузой красота уже конечно серьезно подросло там тогда друзья шпарит конечно никто не ожидал что здесь когда-то так может произойти всем пока